здравствуйте приветствую вас на youtube канале про цветок с вами работает ученый агроном ломонос петр сегодня мы с вами поговорим о тех ошибках которые вы не должны совершить при уходе за перцами в конце августа месяца все эти советы конечно касаются условий белоруссии для вашего региона если вы живете где-то дальше ближе значит делайте корректировку ну самая первая ошибка наша что мы забываем ну перцы и баклажаны там например это культуры южные они теплолюбивые они произошли из тропических стран поэтому наша уже погода августовская погода этих растений очень холодная что нам необходимо сделать эти растения необходимо укрывать вот возле менять и высокие перцы здесь придет надо ставить дуги конечно для таких перцев дуги ставить проблематично но видите они уже подвязаны колышком поэтому укрытие вот накладывает накладывается на колышки что происходит день световой вроде тепло днем ночью холодно а эти растения для своего роста развития нуждаются в тепле то температура была не ниже плюс 15 градусов а ночью бывает уже 12 и 10 бывает градусов поэтому мы самое первое что мы спросили наши не зябли мы будем делать им одежку одежку делать очень простую ставим есть у нас пониже перца потом покажу на другой плантации там просто поставим арки поставим арки железные поставим эти арочки и будем накрывать ну чем накрывать опять же вопрос интересный если вы живете постоянно или вас участок находится очень дома значит вы будете накрывать пленкой пленка это идеально идеально накидываем сверху пленку закрепляем ее концы любым доступным способом будь то помощью камушков навешиваем будто что-то прикладываем края пленки вот чтобы ночью наши перцы были закрыты и посмотрите что ваши растения повеселеют и станут расти гораздо гораздо лучше то есть когда они станут замерзать когда мы обеспечим укрытие но если вы бываете на даче раз в неделю вам не досуг вот так и каждый не открывать раскрывать на те самые простые что у нас есть покрыть спонбондом любой спонбонд даже самый самый тонкий маркер сувь 17 прозрачный уже будет создавать тепло вашим растениям вашим перцем и не будет наливаться быстрее следующая ошибка ночи становятся прохладными а наши огородники по привычке знают что перцы любят воду начинают поливать так вот есть и мы будем обильно поливать растения да еще холодной водой это может привести к загниванию корней а загнивают корни начинают отмирать стебель начнут отмирать и плоды не забывайте об этом под количество воды растения резко сократите и старайтесь по возможности поливать свои перцы теплой водой подогретой на солнце что можно делать в обед уже например если на стоит вас каких-то бочках или где-то подогревать специально если вы берете сразу воду за водопроводом разбавляйте следующие ошибки которую не стоит совершать не ущербствуйте с подкормками потому что многие огородники знают что перцы очень любят азот раз любят азота него и сейчас конца августа дают азотную подкормку наоборот в эту пору уже азот буйство роста нам не надо уже россия накопила достаточно сил чтобы плоды его расти расти хорошие красивые мы мы необходимо азота давать по минимуму что необходимо сделать чтобы азота было по минимуму мы можем увеличить взять же тоже монокалий фосфат очень хорошее удобрение подходит для перцев ну и чуть-чуть добавить азота но если брать так в соотношении то одна часть азота а по три части калия и фосфора ну если вы не хотите возиться составлять сами смеси знаете возьмите кристаллон коричневый там азота очень мало он предназначен для подготовки растений к зиме поверьте что он будет очень хорошо отзываться на урожай ваших перцев подкармливайте и не забывайте что подкормки уже сейчас необходимо давать реже 1 подкормка раз где-то две недели подкормка это называется поддерживающая почему потому что земля уже становится холодная корни так интенсивно не работают соответственно питательные вещества они свают слабо поэтому и концентрации уже минеральных удобрений уже наполовину меньше чем темы чем те которые мы давали в июне или или в июле не забывайте потому что избыточные дозы удобрений они же как бы и почву меняют химический состав почвы в общем раствор почвенный раствор приобретает совсем другие характеристики поскольку питательные элементы уже не усваиваются нашими растениями ну так вот про те же укрытия которые мы говорили в самом начале значит знаете что эти же укрытия буду защищать наши растения также и от непогоды вот даже от дождя от тумана от прочих осадков поэтому на укрытие брать особое внимание ну еще один самый главный нюанс который надо учесть смотрите наши перцы завязались прекрасно плодов много и мы как в нашей беларуси по налоге с южным с югами какие то мы стараемся чтобы наши перцы выросли на кусте а вот эти мы очень резко снижаем урожай не забывайте что у нас уже даже в начале сентябра иногда снижают бывают заморозки 2 раз бывают заморозки растения могут подмерзнуть значит что необходимо сделать вот это растение сейчас видите такие зеленые это перцы находится в фазе называется такая фаза называется фаза техническая зрелость и все плоды которая выросли видно что они уже соответствуют раз соответствует размерам они уже выросли такие плоды мы будем связать то есть будем нормировать количество плодов и то вд на далее смотрите у нас на растение растут пасыночки эти пасынки уже нам никогда не ты будешь урожая и они забирают только питание и оттягивания завязавшиеся плодов эти пасы moeten мы также будем удалять ведь посадки удалили вот эти плодики есть у нас будут укрыть на же будет на ночь укрываться наши перцы, и эти плодики успеют вырасти. К концу сентябра они дозреют. Так что, смотрите, советы очень простые. Пронормировали, все пасы выломали дополнительно, и что? Собрали плоды, защитили растения от непогоды, защитили. Подкармливаются, теплой водой поливаются. Если так сделаете, не допустите ошибок в противоположную сторону, значит, ваши перцы отрадут вас богатым урожаем. Я думаю, что эти советы вам пригодятся. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, смотрите нас. До свидания, до новых встреч!